7 утра и мы едем по чуйскому тракту кстати очень комфортному хорошо асфальтированную чуйскому тракту и в общем мы за один день снимем все сливки и кто же со мной в компании андрей андрей это наш водитель и гид который возит по алтаю любопытных туристов поэтому ссылочка на его соцсети будет внизу под описанием если что пишите звоните а это моя новая знакомая и человек который вдохновил меня на эту поездку аня зовут они кстати психолог занимается детьми правильно и можно сказать что они четверо детей с этим эту красивую молодую женщину и мы сегодня ездим по чуйскому тракту смотрим на самые красивые перевалы и вообще красота алтайский у нас пробка чем такая настоящая они даже никуда не торопится посмотрите вам же я жалею что вы здесь не не со мной потому что и такие просторы ну не может быть такой красоты понимаете но просто которая вышибает мозги без дрожжевое тесто это какое-то национальное блюдо называется дештек вкусно мне понравилось ну правда андрей обещает нас свозить в нормальное кафе взяли лагман шурпу и вот эти как они называются чок 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 можно вдвоем зайти рядышком можно сесть друг с другом и мило беседовать так чтобы не страшно было я зайду одна ну давай удачи обстоите какая сказочная тропа ведет на гейзерово озеро да она прозрачная и сказочная с таким глазом сейчас идем практически под 45 градусов по тропинке для того чтобы увидеть водопад пять часов мы ездим ощущение что все время как-то пролетело потому что ты едешь и постоянно наслаждаешься когда лучше вообще на алтай приезжать андрей есть такое золотое время когда погода стабильная хорошая солнечные и все можно объехать стабильную погоды сейчас вообще нет а летом тоже до непредсказуемая стала погода последнее время вот но так самый красивый конечно сейчас вот ну и весной когда все зацветает все зеленеет супер но сейчас большой плюс это то что речушки и реки и прозрачные и вот как уже вообще бирюзово первая остановка естественно заправки но у меня тут и появился дружок посмотрите какой у меня дружок а ну заправка тоже находится в окружении красивых алтайских гор но меня ребята поразило другое меня поразили цены на бензин вы посмотрите сейчас я подойду а после последний раз москве там 50 с копейками стоил бензин а мы сейчас находимся на заправке роснефти и какая прелесть 92 43 45 95 45 40 и дизель 49 60 дизель стоит дороже чем бензин вот так так что получается путешествовать на машине по горному алтаю очень даже себе бюджетно перескажи пожалуйста куда мы сейчас едем семинский перевал вот высота 1717 метров подъем 9 спуск 11 километров я думала перевал это что-то очень живописное семинский перевал по сути это большой большой рынок с большим количеством ларьков есть здесь кофе если вы хотите попить кофе на высоте 1717 метров наверное оно какое-то особенное кофе может сюда забрести смотрите что происходит за окном настоящая зима вот такой я уже говорил о том что алтай очень изменчив он изменчив не только в течение дня но и просто в нескольких километрах друг от друга он уже другой горно-алтай прекрасное место для горнолыжного курорта как горнолыжный курорт у вас тут строится да по-моему сейчас много чего где у вас расскажите о горнолыжках манжероки здесь на синицком и на телецком озере по сервису они как нормальные по сервису мне кажется самое такое это конечно манжерок получается самое удобное ты приехал да и недалеко как сбербанк начал выкупать земли близлежащие горе о горнолыжке вот и ценник взлетел прям моментально у знакомых вообще выкупили коттеджик рядом со шлагбаумом прям вот за горнолыжки за 22 миллиона просто как коттедж а сколько там соток соток там соток 10 это точно у вас ухо каждый коттеджик такой вот и все и этом фоне просто цены как слетели алтайская природа меняется через каждый километр вот мы уже уехали от семенского перевала потом помните там была сначала был снег потом появились лиственные лиственных войны и горы а теперь выстиг голые горы совершенно голые как в африке а знаете почему а вот если с другой стороны посмотреть это все по одной дороге едет а с другой стороны они лиственные нам андрей рассказал дело в том что вот эта сторона где лиственные она северная а вот эта сторона южная и солнце просто выжигает деревья а вот там где есть небольшие такие полосочки деревьев это теневые стороны деревья там растут вот перевал чекитоман но это конечно семинскими сравниться ребята а а а а а а а а а это еще не все мы идем на следующую смотровую площадку мы задрогли вот вы знаете что я взяла с собой на чтобы на обзор алтайских перевалов я взяла с собой зонтик а надо было взять рукавички теплые потому что здесь жутко холодно здесь прикольные туалетики смотрите прям избушки на курьих ножках нифига себе 40 рублей чем выше в горы тем дороже туалеты посмотрите какой мостик сфоткать на котором ты зависаешь зависаешь над пропастью а вот они решила рискнуть но сейчас тоже рискну что я кишка тонка что ли ну как ощущения ну что ребята я тоже схожу а вот вы знаете когда ты смотришь через камеру на мир не так все страшно да видос отсюда офигительный конечно посмотрите вот какой офигительный видос но самое главное видос под тобой как сказал андрей падать отсюда невысоко а 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 ну вы на это посмотрите ну не может быть такой красоты понимаете но просто которая вышибает мозги у нас пробка причем такая настоящая они даже никуда не торопятся а лошад лошадки такая деревенская паста раль смотрите корова переходит через спокойно причем приходит как будто нюк для нее угрожает вот еще одна корова переходит через дорогу ну мы к счастью не видели но Андрей сказал что очень много по дороге сбитых коров овец, лошадей. Странно, потому что их видно издалека, но как-то почему-то некоторые люди не притормаживают. Из холодной зимы мы приехали в лето и взбираемся на очередную красивую смотровую площадку. Вот, ребят, это катунь течет, видите? Большая, полноводная, бирюзовая катунь, а вот там маленькая, маленькая, маленькая. Сейчас, единственное, Аня перекрыла эту маленькую, да ничего. А эта маленькая-маленькая чуй в нее впадает. Посмотрите, место совершенно пустынное, да? А вот там, если позволит мне камера наехать поближе, стоит маленький-маленький аил, одинокий, совсем никого нет вокруг. И интересно, то ли это там, где живут люди, что-то похоже на ларечек, какая-то обитель для одинокого странника. Я уже не первый раз встречаюсь здесь на Алтае, складывают такие пирамидки. Я забыла, что они означают. Ну, какой-то жизненный баланс, равновесие. Видите, как положили? Так, а это вот, смотрите, такой хиосочек. Я, наверное, у вас, знаете, возьму эти сладости и чай, а лепешку, наверное, не буду, потому что... Я вас сфоткаю, ладно, как? Сфотайте, фото. Ничего себе. А это лепешки из чего? Это сыр добавляла, капленое молоко, нерафинированное масло, бездрожжевое тесто. Это какое-то национальное блюдо? Национальное, да. А это что за сладость, расскажите, что там? Основа талхан. Туда... А что такое талхан? Это ячмень, прожаренный в огне. Туда добавила я ягоды, лесные ягоды, черемуха, кедровый орех, чуть топленого масла, чуть сахара, чуть меда и такой из семи компонентов. Это такой термоядерный витамин, я так понимаю. Это витамин, комплекс витаминов. Один шарик полноценный завтрак. А, даже так? Прямо вот сухнет. Посмотрите, какая штука-то интересная. А как вас зовут? Марье. Марье. Марье, а вы алтайка? Алтайка. А вы знаете алтайский язык? Конечно, мы разговариваем. Вы друг с другом разговариваете на алтайском, да? Конечно, я хочу даже сейчас. Здравствуйте, это чашляр. До свидания, Тяхши Волсон. Спасибо, Баян. И ваши дети тоже говорят нам? Можно говорить, все говорят. А в школе тоже учат алтайский? Учат алтайский. А вот знаете, мы обратили внимание, там, где сливается Чуй и Катунь, на другом берегу стоят маленькие аилы. Не знаете, кто там живет? Там живут, они, их род Атконовых, Атконов Васильевы. И вот просто они одни живут? Не, они как живут, они, их хозяйство там, овцы, козы, коровы, все там, они, как бы, в общем, по очереди там работают. А, вот лепешка. Вот такая лепешка. Ребят, вообще она, конечно, выглядит для нас, зожников, и зожников, туристов, и спортсменов. Это выглядит очень жирно, надо попробовать. Ну, попробуй, отценись. Она же горячая, я пока не боюсь. А, боишься? Ну, давай. Ну, чё? Ессе, ессе. Очень вкусно, это похоже на несладкий хворост. Ну, а, наверное, там внутри еще сыр. Вот, собачка дворовая, ничейная, на солнышке греется, да? На солнышке греешься? Ну, грейся, грейся. Вот в этом месте, в июле-августе, вообще нет ни одного свободного места для парковки, и вся смотровая площадка заполнила людьми. Поэтому вот такой кайф ты испытываешь, когда ты в полной тишине, в полной пустоте, в полном безлюде, смотришь на слияние рек Катуни и Чу, и смотришь на эти изумительные космические горы. В общем, я узнала от нашего гида Андрея, если вы хотите оказаться в таком же ретрите, в такой же пустоте и спокойствии, и в красоте, то на Алтай нужно приезжать либо в начале июня, либо уже, как мы, в октябре. Мне кажется, что люди за каким-то уединением все-таки едут. Я думаю, вне сезона, даже сейчас, да, получается такая тишина. Да. То есть это очень наполняет после Москвы возможность просто походить в тишине, погулять, побродить. Таких мест действительно мало, где плотность такая низкая, да, население. Ну, а летом у меня туристы, вот я не знаю, меня вот это пугает, конечно, перспектива, что будут толпы туристов, но все-таки летом вернуться тоже хочется. А здесь будут толпы туристов летом, да? Конечно, да. А вот что значит толпы туристов? Ну, это когда в Монжероке не перейдешь дорогу просто так, тебе надо будет на пешеход крути, чтобы перейти. А, то есть такой автомобильный поток, да? Да, да, да. И любители тишины могут отправиться. Ну, конечно, есть. Какие? Чем дальше, туда, в глубь. И то даже те места далекие, там уже народу много стоят. Ну, а какие просто, чтобы народ знал? Ну, где заброска на вертолетах идет. Вот, есть базы сейчас такие, где заброска туда бесплатно, а назад, чтобы... Назад платно? Да, назад что-то около миллиона. Ну, я вот ребят вез, и они рассказывали. Хотели туда очень, но что-то пожалели на обратку денег. Вот. Национальная кухня чумой азы, что переводится с алтайского, как слияние рек. А, вот те же самые похожие лепешки. Кстати, лепешки, да, похожи? А, ну да. А, теперь смотрим меню. Лепешку. Салат овощной. Видишь, здесь национальные блюда? Вижу только наши привычные нам названия. А где национальное блюдо? Мам, вы обчитайте. А, вот, а вот национальные блюда. Сейчас я вам почитаю, чтобы вы знали. Качо – это национальный суп с бараниной и перловкой. Мун – это что-то на шаурпу похожее. Курдак – мясо с картошкой. Чучук. Колбаса из конины с острой морковью. Йоргом – плетеные барани внутренности. Баштак – домашний сыр. Каймакту ларчи. Кстати, кисомолочный йогурт. Молочная водка даже есть. Но это я не прочитаю никогда. Это что такое? Это вот шестнадцатая. Шестнадцатая. Это… А, пончики из пресного теста. Ну, вообще, по большому счету, национальной кухни здесь… Мы так особо не увидели сейчас. Половины нету. Поэтому взяли лагман, шурпу и вот эти… Как они называются? Чук. 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 Это такие сырные шарики. В общем, я взяла шурпу. Аня взяла лагман. Сейчас попробуем. Он прям наваристый. Очень вкусно, да. На шурпе огромная картошка. Нет, если вы вот заедете, будете проезжать места. Рекомендую. Вкусненько. Ну, это, конечно, такой советский. И вот эти булло, забыл, как называйте, попробую. Это больше на хлеб, кстати. Сырный хлеб похож. Он такой сухой. Сейчас попробуем. Попробуем. Просто непривычно. Сыр чувствуется, но по красительству хлеб, да? У нас это сырные кончики, но кончики. Они все про масло, наверное. Ну, да. А эти они быстро достают из масла, поэтому они внутри как хлеб. Ну, вкусно. Мне нравится, кстати. И очень сытные. Все, хватит. Теперь будем есть. Смотрите, какой туалет. Главное, что он красиво оформлен. Посмотрите, как здесь камушками. Это очень калорийный туалет на двоих. А, подожди, подожди, подожди. Да, я. То есть, можно вдвоем зайти. До самых. А, то есть, рядышком можно сесть друг с другом. И мило беседуем. Да. Чтобы не страшно было. Я зайду одна. Ну, давай, удачи. Языческие боги, даже не боги, у алтайцев духи. Вот такие языческие духи стоят рядом с кафе. Симпатичные, кстати, очень. А это кто у нас? И это у нас тоже духи. Симпатия. Ага. Симпатия. А дорога на водопад все круче и круче. Наши мечты о 10 тысячах шагах в день все ближе и ближе. Вообще, хочу сказать, что Алтай – это не случайно называют родиной экстремального туризма. Потому что, честно говоря, я уже забыла, когда я просто ходила по хорошо асфальтированной дороге. Тут ты постоянно что-то преодолеваешь. Вот сейчас идем практически под 45 градусов по тропинке для того, чтобы видеть водопад. Ребят, вы понимаете, сейчас я понимаю, для чего я три раза в день хожу в спортзал. Думаю, ну фига, лень. Это когда особенно плохая погода. А в спортзал я хожу три раза в неделю для того, чтобы иметь силы подниматься и видеть такую красоту. Так что держитесь, тренируйтесь, и вы увидите еще больше. Андрей! А я знаю, почему ты с нами не пошел. Ты знал, ты знал, что там такой крутой подъем, да? Ну я раньше не ходил ни разу. Нет, в начале лета ходил. Но у меня стекло надо было протирать. Да ладно, не оправдывайся. Ты просто не любишь заниматься спортом. На москальные рисунки мы, скорее всего, сегодня не пойдем, потому что недельку назад мой друг тоже ездили, а не в горы. И на москальных встретился мишкой. Так что, как-то так. Если вы приедете на Алтай, вы должны знать, что здесь по лесам бродят медведи. Иногда. Поэтому сейчас Андрей расскажет технику безопасности общения с медведями. Андрей, что делать, если ты вдруг встретил медведя в лесу? Вдруг случится? Ну, во-первых, это не бежать. Если побежите, то все, вам будет конец. Потому что он подумает, что вы дичь. Побежите надо. Если просто будете стоять и, возможно, покричать, то он, скорее всего, уйдет. Но это, опять же, 50 на 50. Но и на деревья вообще ни в коем случае не надо. Болезе, да, за тобой? Лезьте, потому что он по деревьям бегает быстрее, чем по земле. Вот, ну, так вот. А я слышала, что надо какой-то склон искать, по нему спускаться, потому что у медведей проблема со спуском вниз. Они кубарем катятся и могут просто мимо тебя прокатиться. И знаете, какой-то такой мих-мифер. Я вот думаю, интересно, на медведя действуют такие... Сейчас же стали продаваться такие отпугиватели для собак. Ну, ультразвуковые, например, да? Или электрошокер такой, который звук неприятный издает, да, такого электрического разряда. Я пробовала на собаках. Действительно, вот крупные собаки убегают. Им не нравится этот звук. Я думаю, что если ходить по лесу с таким ультразвуковым отпугивателем, может быть, это подействует. Вот то самое место, откуда Мишка спускался. Представляете? Гуляют люди, гуляют. Гуляют люди, гуляют, а оттуда Мишка спускается. Так вот, я хочу рассказать вам историю. Я сама не из Москвы. Я приехала с Сахалина и проходила вот этот путь завоевания Москвы, когда Москва слезам не верит. Проходила я его весьма оригинально. Я была ассистенткой дрессировщика медведей. Вот. Один ассистент дрессировщика поругался с дрессировщиком и забрал у него двух медведей. Они у него жили в квартире на 15 этаже. И я помню, и тогда я поняла, что самое коварное животное – это медведь. То есть он может… Вот сейчас он с тобой ласкается, сосет тебе лапу, в долю секунды, ба-бах, без подготовки, может себя цапнуть. И вот меня Бог отвел, но я видела реально, как он цапнул дрессировщика. Просто, вот просто так. У него такое настроение было. Так что, в общем, не встречайтесь с медведем. Он не Мишка косолапый, милый. Это, в самом деле, очень серьезное животное. И я почувствовала это на своей шкуре. О, посмотрите, это хозяин шоколада Бабайский. Видимо, очень любит крепости. Он построил себе дом в виде крепости. Осталось только поставить лучников и стражу, да. Да, запашь. И все. Мой дом, моя крепость. А посмотрите, какая сказочная тропа ведет на Гейзерово озеро. Сразу такое настроение, что мы идем полями, лесами. Красота. И я хочу еще обратить ваше внимание на Алтай потрясающие корни. Посмотрите на эти корни. Они сказочные. Кажется, что здесь Баба Яга с Лешием ходили. Смотри, какие корни. О, я же не случайно говорила про избушку на курьих ножках Баба Ягу и Лешего. Это ощущение, оно не только у меня. Посмотрите, вот. Вот она избушка на курьих ножках. Змей Горыныч, но и Баба Яга. Куда же без Бабы Яги-то? Вот такая Баба Яга и Аленушка с козленком подаль. В общем, сказочные места. Хорошо, спокойно. Нет никакой суеты. И краски. Везде вот этот цвет бирюзовый, какой-то такой инопланетный. Когда я сравнила Алтай с Сахалином, с моей родиной, Аня сравнилась со Швейцарией, Андрей повернулся и говорит, я 6 лет сюда вожу экскурсии и могу перечислить, наверное, около 30 стран, с какими туристы сравнивают Алтай. А все потому, что Алтай, он разный. Он реально. Местами это злодородные лужки Швейцарии, местами это суровые горы Сахалина, местами это какие-то огромные пространства американской Аризоны, и все это Алтай. Ну вот уже к 600 километрам приближается спидометр, то есть около 600 километров. Мы проехали за один день, а, по-моему, впечатление получили на 1200 километров, потому что это, конечно, вынос мозга. Чуйский тракт и все, что вокруг Чуйского тракта, это что-то такое космическое, инопланетное и енашенское совершенно. Не знаю, мне кажется, очень сложно это переварить, это такое, на тебя таким камнем, да, все эти впечатления упали. Конечно, хочется пожить в этом месте, просто спокойно насладиться, да, красотой. Поэтому я надеюсь, что я приеду и просто уже без вот этой спешки спокойно поживу. Но для того, чтобы составить впечатление, да, такой забег, наверное, один раз стоит сделать. Андрей, а вот вообще вот ты как уж опытный алтайвет, вот как лучше вообще узнать Алтай? Вот таким заездом сливки снять или там пожить, или вся упороть? Да, да, конечно, надо ездить везде. Там переночевал, там переночевал. Ну, то есть вот так двигаться по Алтаю. Ну, чтобы, ну, не торопясь спокойно. Вот это мы сегодня хоть и тоже, ну, вообще не торопились, но тем не менее, Акташа дожил там, переночевал, утром на УАЗике сел, погонял. Ну, и вот так вот по всему Алтаю двигаться. Вот, я думаю, это было бы суток, конечно. Слушай, а история, что на Алтае очень плохой сервис? То есть, ну, там, Манжерок – это одна история, а уезжаешь из Манжерока, там, Чимал, Акташ, то там чуть ли не туалет на улице. Это правда или нет? Да, это правда так и есть. Да, ну, то есть, ребят, вы готовьтесь, да? Вот мы живем в Манжероке, там все нормально, там туалет в номере и быстрый интернет. Но если вы готовы к каким-то спартанским, некомфортным, не столичным условиям, то, наверное, стоит одним разом проехаться. Если готовы, то езжайте, останавливайтесь, гуляйте, любуйтесь, отрывайтесь. Потому что Алтай – это такой, с одной стороны, это отсутствие в некоторых местах сервиса, но с другой стороны, это какой-то ретрит, это такой завис, это такое торможение, замедление, которое, мне кажется, любому человеку, живущему в большой городе, просто несколько раз в год необходим. Вот, я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайки, делиться. Можете дизлайк поставить, если я вам совсем не нравлюсь. Но в любом случае, как-то активность проявляйте, и мы поехали дальше. Красота, да? Две фишки есть у курорта Монжирок. Это теплое озеро Монжирок, рядом с которым мы были, и гора Малая Синюха, где организован горнолыжный курорт, и вот туда как раз и ведет канатная дорога. Карету мне, карету. Что самое главное человеку на горе? Глинтвей. Возьмем Глинтвей. Вот сижу я на шезлонге, смотрю на Алтайские горы. А по соседству с курортом Монжирок стоит село Монжирок, ну, где-то в 4 километрах от него. За мной Монжирокский порог. Ну просто, ну космос какой-то. Нормальная, здоровая жизнь нормального русского мужчины. Прощай, дорогой, возвращайся поскорей с уловом. Я гуляла по Монжироку и увидела какой-то невероятной красоты дом. Мы заходим в коридор. Это, я так понимаю, шкаф, да? Да. Когда мои друзья и родные узнали, что я уезжаю на Алтай, был составлен такой огромный список того, что можно отсюда привезти. Для зрелой кожи, то есть очень полезно. Вот именно пантовые. Для умоложения, восстановления, тонизирования организма. Вот вообще любая пантовая продукция. И о мужчинах тоже на Алтае не забыли. Им предлагается бобровая струя и панды. Это медведь, а это волк. Волчьи тапки. Волчьи тапочки. А волчьи тапки сколько стоят? Любая пара, 2 500. Это сик, горячее копчение. Это хариус, горячее копчение. Я нашла на Алтае супероригинальное блюдо. Это сосновые побеги, сваренные как варенье, с медом и сахаром. И аккуратненько, чтобы не обварить, как мы уже говорили. Сосочки, да? Да. Алтай потихонечку, наверное, становится таким любимым местом для цифровых кочевников. Я на удаленке уже 7-й год. Оп. Вот. И пахнуло на меня ароматом столичной жизни. И это тоже манджирок.